Вы слушаете SBS Russian. Спикер Палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Майк Джонсон, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского немедленно уволить своего посла в США. Требование было опубликовано в среду за день до визита украинского лидера в Конгресс Соединенных Штатов. Почему так произошло? Некоторые республиканцы, особенно близкие к бывшему президенту Дональду Трампу, возмутились воскресным визитом Зеленского на завод боеприпасов в родном городе президента Джо Байдена в Скрэнтоне, это в штате Пенсильвания. Как раз этот штат – это один из тех, где предпочтения избирателей меняются, и голосование там считается решающим для победы на президентских выборах 5 ноября. Во время визита Зеленского сопровождал губернатор Пенсильвании Джош Шапира. Он, в свою очередь, поддерживает кандидатку в президенты и вице-президента США Демократической партии Камлу Харрис, а также сенатор Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт. Все они – демократы. Джонсон написал следующее. Объект расположен в штате, за который идет политическая борьба. Визит проходил при сопровождении высокопоставленного политического агитатора Камлы Харриса и не включал ни одного республиканца, потому что намеренно ни одного республиканца не пригласили. Визит однозначно был предвыборным партийным мероприятием, направленным на помощь демократам и явно является вмешательством в выборы США, сказал он. Посольство Украины в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии. На этой неделе в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно критиковал украинского президента. Я здесь процитирую. «Этих городов больше нет, их нет, а мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказался заключить соглашение – Зеленскому. Нет такого соглашения, которое он мог бы заключить, и которое не было бы лучше текущей ситуации», – сказал Трамп в среду. «Страна была разрушена, и ее невозможно восстановить». Бывший президент также обвинил Байдена и Харрис во вторжении России в Украину в феврале 2022 года. Комитет по надзору, возглавляемый республиканцами, уже объявил о расследовании, было ли путешествие Зеленского на фабрику, попытка использовать иностранного лидера в интересах предвыборной кампании Харрис. Обычно губернаторы встречаются с иностранными лидерами, которые посещают их штаты. В июле Зеленский посетил фабрику в Юте, где его принимал республиканский губернатор Спенсер Кокс. Кроме того, ряд иностранных лидеров, включая премьер-министра Израиля Бенимина Нетаньяху, посетили Флориду последние месяцы, чтобы встретиться с Трампом в его доме в Маралага. На выборах 2020 года Трамп победил во Флориде с преимуществом всего в 3% пункта, и последние опросы показали небольшой отрыв между Харрис и Трампом. В четверг Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Конгресса за одобрение миллиардов долларов финансирования для его страны, которая уже 2,5 года борется с российским вторжением и приведет аргументы в пользу увеличения помощи. Джонсон стал спикером в прошлом году, неоднократно голосовал против помощи Киеву. Он также ждал до апреля, прежде чем дать добро Палате представителей, для того, чтобы проголосовать по октябрьскому запросу Байдена на финансовую помощь Украине. Тем не менее, в среду он заявил, что его письмо Зеленскому не является угрозой прекратить финансирование. «Я не угрожаю», — сказал он журналистам. «Я не угрожаю». Продолжение следует...